Воспоминания о будущем Проект Ильи Мачалова предполагает стилизовать парк в духе 18 века. В генплане скамейки, фонари и витиеватый мост через сохранившиеся пруды. Конкуренты из архитектурного бюро Осадова предложили вовсе отказаться от любых строений в гуще леса. За исключением одноэтажного чайного домика для выставок и мероприятий. Всю остальную инфраструктуру можно разместить в жилом микрорайоне, который рядом собирается строить в сети 21 век. Третья концепция в исполнении компании «Мегабудка» подразумевает пирсы, навесы для барбекю и беседки. Есть профессиональное мнение и есть общественное. Вот эти два мнения потом выдвигают первые места. Нельзя сейчас говорить, что вы выбрали. Значит, я скажу, что мы выбрали. Мы видим здесь две работы, которые сильнее. Одна работа, которая, на мой взгляд, не доделана. Высказать свое мнение по проектам и задать вопросы архитекторам могли и жители, пришедшие навстречу. Членов общественной палаты из рабочей группы по развитию территории Апалиховской усадьбы волновало, сохранится ли количество деревьев. Все три конкурсанта ответили «да». По словам архитекторов, эта территория может считаться заповедной. Там сохранились разнообразие пород деревьев и краснокнижные растения. Мы не пытаемся создать, восстановить исторический парк, который исчез, и от него ничего не осталось. А мы пытаемся создать памятник истории и по-новому взглянуть на эту тему. Проект «Победитель» должен будет получить не только одобрение жюри, но и максимальное количество голосов жителей. Представленные во Дворце культуры эскизы переедут в ДК Апалиха вместе с ящиком для бюллетеней. Также проголосовать за понравившуюся концепцию можно на сайте minipolis-concurse.ru. Итоги подведут 31 мая.